конструктор страниц элемента на wordpress мы продолжаем с вами разбирать и создавать бесплатно лендинг page итак в этом видео продолжаем блок контакты мы с вами до этого добрались как он устроен у меня его можно оформить по-разному в данном случае это оформлен у меня так разбита на две секции первую секцию мне интерактивная карта которая работает можно перемещать мышкой можно увеличивать дальше вторая секция это такой некий блок где вы можете написать дополнительную информацию и сзади я использую background картинка виде карты смотрится достаточно интересно давайте похожий блок реализуем на нашем сайте и так я перехожу в админку своего сайта начинаем перетаскиваю внутреннюю секцию как мы и в прошлых уроках я для быстро действия копирую заголовок чтобы это все было быстрее естественно это у нас контакты стиль естественно здесь у нас темный потому что фон будет светлым сразу можно картинку загрузить я использую для background картинку full hd это 1920 на 1080 пикселей также нашел и в интернете поэтому захожу в настройки основной секции перехожу стиле кликаю по вот этой иконочке и вот здесь вот изображение фона надо сначала картинку загрузить с компьютера к нам на сайт вот эта картиночка как я и говорил она full hd оптимизирована весит всего 60 килобайт выбираем загружаем вставить чтобы настроить background и посмотреть как он будет смотреться нас колонка видите она не заполнена сначала наполните контентом а потом в конце займемся настройками background то есть расположение картинки там за наложение оверлея то есть затемнение или осветление картинки чуть позже далее что мы делаем переходим в плагины перетаскиваю еще раз секцию суда и здесь мы размещаем плагин карты то есть кликаю вот сюда по плюсику здесь уже есть в бесплатной версии элементар плагин карты google maps вот она мы находим здесь перетаскиваем в эту область вот даже сразу вы можете видеть как только разместили здесь у нас расширился основная секция мы увидели картинку сзади background сейчас мы ей займемся но раз мы карту разместили давайте сначала займемся и на самом деле я не знаю как они добились разработчики этого плагина обычно в других аналогичных конструкторов здесь нужно получить еще ключ специальный то есть идти в google там надо знать где этот ключ получить то есть не очень приятное действие а здесь никакого ключа писать не надо нужно просто вписать местоположение вашего города страны города офиса и у вас уже будет помечаться вот таким вот маркером где ваш офис да то есть достаточно все здесь интересно реализовано то есть упрощено значит местоположение я пишу например россия дальше вы пишете город и дальше просто пишите адрес офисом видите у меня здесь карта автоматически обновляется и вот он ульяновск прям написано здесь можно так вот прибавить допустим я выбрал местоположение тут в принципе все понятно уже то есть увеличить вот это увеличить это увеличение карты в принципе я в таком хочу размере оставить то есть высота вы видите вот это у нас высота а вот это увеличение да это так сказать масштаб масштаб то есть не по плюсу вот здесь вот и увеличиваем а просто вот поэтому увеличение все настройка особо больше нет далее здесь переходим в эту секцию я сделаю ей заливку заливку белым цветом дальше я перехожу граница тень задаю небольшую тень сейчас пока ее не видно просто надо кликнуть по карандашку тень появится и дальше судя из примера здесь видите просто у нас расположение текста то есть мы просто идем в плагины берем плагин текста сюда размещаем сразу и тень видим и заливку видим дальше сначала я сюда захожу макет делаю позиционирование тут на ваше усмотрение уже перехожу в текст и просто вы добавляете необходимый текст там адрес проезда все что хотите все что связано с контактами все в принципе вот это у нас с вами готово единственно что переходим в общую секцию я забыл сделать у нас же здесь идет отступ сверху снизу по 50 пикселей а теперь здесь же занимаемся с вами а именно расположением нашего бэкграунда позиция я выбираю здесь центр центр то есть отображать по центру строго по центру здесь на ваше усмотрение зависимости от вашей картинки как она лучше смотрится то есть центр центр вы видите она смещается есть мы посмотрим на наш исходный сайт у нас немножко картинка знаете она так и затемненная но она не затемнен она засветленная на ваше усмотрение если она здесь бросается в глаза не надо чтобы она на передний план выходила в принципе и так нормально смотрится может быть так я и оставлю но если что это вот здесь вот у нас перекрытие фона кликайте вот по этой иконочке и вот здесь вот прозрачность можете увеличить да но сначала выберите вот здесь цвет а потом отыграть вот этим вот ползунком ведь она засветляется или я сброшу и в принципе оставлю так давайте обновимся посмотрим на сайте тут на ваше усмотрение уже да ну тогда видите контакты теряются само слово плохо видно поэтому наверное все таки мы с вами забили немножко background вот такого вида смотрим вот только чтобы немножко это сзади проглядывала уже достаточно все карта работает да и все-таки давайте по поводу карты чтобы у вас было точное представление как нужно что прописать если кто не понял если вы хотите чтобы прям маркер висел над вашим офисом то вот здесь надо полностью прописать пусть вы смотрите как у меня то есть россия город бульварного сан детский дом 16 да и сразу вот здесь вот как только вы напишите дом 16 автоматически видите маркер появляется прямо над этим домом это очень удобно то есть полный путь до офиса прописывайте у вас автоматически маркер будет показан здесь здесь вы можете написать проезда как нам проехать и здесь уже на карте видно в принципе сам офис сверху так сказать с карты полный видеокурс по элементар pro для начинающих в данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том как создать профессиональный сайт на элементар про версии пройдя этот курс вы станете настоящими профи в создании сайтов я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео прямо сейчас вы можете пройти к следующему уроку чтобы посмотреть как оформить подвал сайта в элементар на wordpress